Бронеавтомобиль представляет собой бронированную колёсную или полугусеничную машину, предназначенную для разведки, боевого охранения и связи, поражения огневых средств и живой силы противника. По характеру выполняемых боевых задач, бронеавтомобиль сходен с лёгким танком, но, как правило, он более сильно привязан к существующей дорожной сети, вследствие более высокого удельного давления на грунт. Бронирование предназначалось для защиты от обычных пуль стрелкового оружия и осколков, но относительно легко пробивалось специальными боеприпасами, а также из противотанковых ружей и ручных гранатомётов, не говоря уже об артиллерии. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Time to Upgrade, и сегодня мы представим вам бронеавтомобили США времён Второй мировой войны. Лёгкий многоцелевой бронетранспортер М3А1 Scout Car Бронетранспортер разработан в 1939 году на базе стандартного грузового автомобиля и предназначался для перевозки пехоты на поле боя, ведения разведки и боевого охранения, а также для буксировки артиллерийских систем, транспортирования боеприпасов и других грузов. Он имел полностью бронированный открытый сверху корпус, в передней части которого находился двигатель, а за ним размещались отделения управления и отделения десанта. Бронетранспортер, как правило, вооружался пулемётом калибра 12,7 мм, установленным над отделением управления, а также двумя-тремя пулемётами калибра 7,62 мм, установленными на бортах. Для обеспечения самовытаскивания часть машин снабжалась лебёдкой, монтируемой перед двигателем. Для повышения надёжности ходовой части использовались колёса с усиленными многослойными шинами с противопульным наполнителем. Скаут-кар имели очень высокую скорость по дороге – 90 км в час, но ограниченную подвижность на пересечённой местности и не могли обеспечить должную мобильность моторизированной пехоте. По этой причине они не получили широкого применения в армии США, но в больших количествах поставлялись армиям Англии и Канады. Всего было изготовлено около 21 тысячи таких машин. Полугусеничный бронетранспортер М-9 В годы Второй мировой войны промышленностью США было изготовлено огромное количество полугусеничных бронетранспортеров – более 41 тысячи. Выпускавшиеся бронетранспортеры имели примерно одинаковые характеристики и относились к четырём основным сериям – М2, М3, М5 и М9. Каждая серия имела несколько модификаций. Все машины были созданы с широким применением автомобильных агрегатов, имели вес 8-9 тонн и грузоподъёмность около полутора тонн. В их ходовой части использовались резиновые гусеницы с металлической арматурой, опорные катки малого диаметра и передняя ось с ведущими и управляющими колёсами. Для повышения проходимости они оборудовались лебёдками для самовытаскивания. Привод лебёдок осуществлялся от двигателя. Бронированный корпус был открыт сверху, броневые листы располагались без рационального наклона. Передний броневой лист кабины, снабжённый смотровыми щелями, как правило, мог быть откинут наверх и закреплён горизонтально на стойках. Для входа и выхода экипажа и десанта имелись две двери в кабине и одна дверь в кормовом броневом листе. Вооружение, как правило, состояло из одного пулемёта калибра 12,7 мм, установленного на туарельной установке рядом с кабиной водителя, а также одного пулемёта калибра 7,62 мм на кормовом броневом листе. Полугусничные бронетранспортеры хорошо зарекомендовали себя в качестве простых и надёжных машин. Недостатками их были недостаточная проходимость на пересечённой местности и неудачная конфигурация броневой защиты. Бронированная машина общего назначения М-39. Бронетранспортер создан в конце Второй мировой войны на базе самоходной установки М-18. Компоновка базового шасси осталась неизменной. Силовое отделение расположено сзади. Отделение управления с силовой передачей и ведущими колёсами – передней части, но вместо боевого отделения с башней оборудовано просторное открытое сверхудесантное отделение, в котором могут разместиться 10 солдат с полным вооружением. Вооружение бронетранспортера состояло из пулемёта калибра 12,7 мм, который устанавливался в передней части отделения десанта. В качестве силовой установки на бронетранспортере использовался звездообразный 9-цилиндровый двигатель «Континенталь». Применялась гидромеханическая силовая передача и торсионная подвеска с гидравлическими амортизаторами двойного действия. Благодаря сравнительно низкому удельному давлению на грунт, бронетранспортеры М-39 имели почти такую же проходимость, что и танки, и могли обеспечить мотопехоте возможность ведения боя совместно с танками на пересечённой местности. Бронетранспортеры использовались в сражениях завершающего этапа Второй мировой войны и состояли на вооружении армии США. Лёгкий бронеавтомобиль М8 «Грейхунд» Бронеавтомобиль М8, созданный фирмой «Форд» в 1942 году, был основным типом бронемашины, который стоял на вооружении армии США во Второй мировой войне. Бронеавтомобиль создан на базе стандартного трёхосного грузового автомобиля с колёсной формулой 6х6, однако имеет танковую компоновку. Силовое отделение с карбюраторным двигателем жидкостного охлаждения располагается в задней части корпуса, боевое отделение – посередине, а отделение управления – в передней части. В боевом отделении смонтирована вращающаяся открытая сверху башня с установленными в ней 37-мм пушкой и пулемётом калибра 7,62 мм. Для защиты от нападения с воздуха на башне устанавливался зенитный пулемёт калибра 12,7 мм. В отделении управления, представляющем собой приподнятую над корпусом кабину, размещаются водитель и один из членов экипажа. Бронированная кабина снабжена перископами и смотровыми щелями с заслонками. На базе М8 был создан штабной бронеавтомобиль М20, который отличается от М8 тем, что у него отсутствует башня, а в боевом отделении оборудованы рабочие места для трёх-четырёх офицеров. Штабной автомобиль был вооружён только зенитным пулемётом калибра 12,7 мм. Для внешней связи на обоих машинах устанавливались радиостанции. Средний бронеавтомобиль Т17Е1 Данная модель была создана компанией Ford в 1942 году. Машину производили в тесном сотрудничестве с британскими конструкторами, так как значительная часть Т17 в начале войны уходила на помощь войскам Великобритании по Ленд-Лизу. После официального выпуска было сделано ещё несколько модификаций, отличавшихся друг от друга бронированием, вооружением, а также оснащением. Машина имела неплохой запас хода до 400 км по шоссе и неплохую проходимость. В движение приводилось двумя двигателями мощностью по 100 лошадиных сил. Достаточно внушительная огневая мощь Т17 достигалась благодаря использованию 37-мм пушки. В годы войны на территории самих США машина использовалась в качестве средства охраны и патруля. Одним из главных недостатков был большой экипаж из пяти человек. С октября 1942 года по декабрь 1943 было выпущено 2844 бронеавтомобиля этого типа. Из них 2836 машин были переданы британским войскам и один канадским. Друзья, для нас очень важно знать, что вам нравится или наоборот не нравится наше видео, поэтому мы просим вас оставлять свои мысли в комментариях. А если вы хотите поддержать наш проект, тогда подписывайтесь на наш канал. На этом у нас всё, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца.